Синонимы 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 Наречия Вдруг Синонимы Те Синонимы 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 Вдох Мощное Крупное Мощное перевозить тяжелые грузы. На фотографии справа перед нами легкое быстроногое животное, которое получило название скакун. Тем не менее, все это вместе лошадь. Следующая наша тема это изменение существительного по падежам. Вспомним, что существительный имеет шесть падежных форм. Форма начальная это форма именительного падежа. Существительные отвечают на вопросы кто что, например, кто котик, что машина. Другие падежные формы родительного падежа, дательного, винительного, творительного и предложенного падежа называются косвенными. Вспомним вопросы. Родительный падеж. Нет, кого, чего, котика, машины. Дательный. Кому, чему, котику, машине. Винительный. Вижу, кого, котика, что, машину. Творительный. Недоволен кем, котиком, чем, машиной. Предложный падеж. Думаю, о ком, о котике, о чем, о машине. Предложный падеж так и называется, потому что в этой форме существительные всегда употребляются только с предлогом. В зависимости от того, в какой падежной форме находится то или иное существительное, будет зависеть выбор написания безударной гласной в окончании этого существительного. Итак, для того, чтобы нам определиться, е или и нужно писать в некоторых падежных формах, в форме родительного падежа, дательного и предложного, нам нужно с вами знать, к какому типу склонения относится данное существительное. Итак, проверим с вами. Например, существительные башни юноши – это существительные первого склонения, так как башня – это существительное женского рода, имеет окончание «я», юноша – это существительное мужского рода, имеет окончание «а». В форме родительного падежа эти существительные будут иметь окончание «и». Стоять у чего у башни, спросить у кого у юноши. Дательный падеж. Стрелять почему? По башне. Подойти к кому? К юноше. Окончание будет «е». В предложенном падеже «стоять на чем? На башне» узнал о ком, о юноше. Окончание «е». Существительные рыцари мужества – это существительные второго склонения, так как существительный рыцарь – это существительное мужского рода, имеет нулевое окончание. Существительное мужество – это существительное среднего рода, имеет окончание «о». Трудный падеж для написания – это предложный падеж. Проверим. Песня о ком? О рыцаре. Легенда о чем? О мужестве. Крепость. Это существительное третьего склонения, так как оно женского рода, имеет нулевое окончание, на конце слова пишется мягкий знак. В формах родительного, дательного и предложного падежа оно имеет окончание «и». Стоять у чего у крепости, подойти к чему у крепости, сражаться в чем у крепости. И последняя наша тема – запятые при однородных членах предложения или при перечислении. Вот у нас пример. «Я люблю малину, землянику, черешню». В данном предложении у нас перечисляются однородные члены предложения. Дополнение «люблю малину, землянику, черешню». Между ними нет союзов, значит, однородные члены предложения разделяются запятыми. «Я люблю малину, землянику, черешню». Если при однородных членах предложения стоят одиночные союзы, то между ними запятая не ставится. Поэтому в предложении «Я люблю малину, землянику и черешню» будет стоять всего лишь одна запятая. «Я люблю малину, землянику, черешню». Редактор субтитров М.raft尼